всем доброго утра понедельник начинается вот с утра люди разложили свои вещи для продажи пока полиция мерия не гоняет их только сказала вы видите только сказала и забита приехала с утра уже быстро говорит быстро они только собрались посмотрите смотрите как быстро собираются не дают людям продать хоть какую-то копеечку заработать вот сейчас быстро быстро и все убегут видите как вот они живут в постоянном таком страхе вот постоянном страхе ведь это же запрещено но они все равно продолжают каждый день каждый понедельник приходить продавать хорошо еще дает возможность собрать свои вещи а есть машины большие приезжают на больших машинах женщина здесь такая вот я заметила она вот прямо подбегает ко всем и забирает эти шмотки люди не успевают даже собрать свои вещи но этим ребятам видно это не нужно а так вот там специально машине приезжает она грузовике хватает у них даже не спрашивая эти все быстрее быстрее уходят убегают они они вот контролируют а эти женщины все равно не не спешат уйти просто стоят даже ковер продают ведь они продолжают идти этот на них внимания не обращает видно вот это и за дело вчера читала ваши комментарии многие защищают мою позицию насчет моей грамотности многие конечно учат да и вы правы я согласна с вами что грамотным человеком нужно быть но не всегда получается я стараюсь но не получается кто-то из моих подписчиц привел пример вы думаете снимать видео это легкое дело вы попробуйте сами и я посмотрю как вы заговорите просто проэкспериментируйте говорить-то все и учить-то легко а вы снимитесь на камеру и расскажите какую-нибудь историю без запинки и без грамматических ошибок это очень хороший пример спасибо вам большое кто подсказал мне говорить-то все могут а делать учить могут все а делать только избранные вот поэтому мы и блогеры а читайте наблюдать и проверять очень много таких людей еще хочу ответить вам если я вас раздражаю режет ваше ухо от моих речей неправильных постановок слова и так далее пожалуйста не заходите не смотрите почему тогда вы смотрите мои видео да отпишитесь чужую семью не ходят со своим уставом я например такой человек я избавляюсь от негатива от того кто мне раздражает я вообще с ним не общаюсь и не смотрю ни его ни видео ни статьи не читаю каждый в этой жизни сделал свой выбор кто-то хочет создавать видео кто-то начал писать рассказы кто-то хочет двигаться и чему-то обучаться и никто не имеет права указывать что я делаю не так потому что это моя жизнь не ваша я прожила своей жизнью вы никак не можете понять вот именно углубляться в мою жизнь и указывать мне на что-то но это некрасиво и вы не имеете права ну я ни на кого не обижаюсь потому что я счастливый человек мои дорогие я столько в жизни пережила что ваши эти комментарии я прочитала да неприятный какой-то момент но я вас всех прощаю я вас всех люблю я вас всех благодарю за то что вы есть с утра хотела с вами поговорить на эту тему а сейчас я скоро буду собираться к врачу ну а там посмотрим вот все разбежались забита пошла дальше а эти ждут базар сегодня вот какой хороший день будет обалденный вот мы наконец-то собрались вышли опять такая ситуация опять забита то есть смири их всех разогнала бедные люди так жалко покажу вам сейчас какое дерево красивое вот такое красивое дерево столько деревьев здесь красивых цветет вот в таком здании находятся семейные врачи называется мизитли не махали айле салы и меркази вот такое небольшое здание конечно там два специалиста и лаборатория ну и больше никого нет пришлось нам прийти сюда потому что у меня есть кое-какие проблемы с анализами и вот здесь более специализированная клиника поликлиника но к сожалению нужно брать заранее рандеву так что мы возвращаемся домой и завтра наверное придем посмотрим системе через сотов мобильный телефон возьмем рандеву и придем в назначенное время я думала что сегодня вообще никого не будет на улицах но вы сами видите что движение есть что движение есть зашли мы покушать и что вы думаете я себе взяла вот такую цветную капусту хотя дома есть думаю попробую как делают в ресторане аж кем взял себе мерчимик и вот такое кафт я тоже пару штук попробую доктор мне сказал что мне нужно на диету сервис такой принесли хлеб салат я смотрю что переполненное все пришли на обед все люди соскучились по кафешкам приятного нам аппетита вот такое вкусное место называется хачбаба очень вкусно поели и еще в конце выпили чайок посмотрите куда мы зашли мой муж беспокоится за меня так как я все сажусь с завтрашнего дня на диету строгую и вот он мне купил как абрикосы сушеные у меня просто глаза разбегаются какая красота сколько разнообразие изюма просто большой выбор семечки вот ну это вот вредности все а это посмотрите мне это не нравится обалдеть еще миндаль мне нужно кушать вот такой вот фундык стоит 55 фундык 7 для прополюса лекарства вот значит это фустык называется арахис это перемешанный все видите какая красота вот это перемешанное 110 лир это самый дорогой орех сирийский фустык ой а это вкуснятина какая я кабуклу качью называется 140 стоит а этот посмотрите 120 вот такой есть вот такой баден за 100 лир взял а фустык вот такую цену вот эти все вредности мне уже нельзя курма у меня глаза разбегаются какая красота такие сладости турецкие я так рада что мне разрешили все это снять а это локум и разновидности ммм это турецкий мармелад мармелад стоит 30 лир килограмм вот это инжир есть инжир такой за 90 лир а есть и такой тоже 90 лир килограмм какие-то разные орешки вкусняшки так а это что такое антеп кустык 200 лир ммм почищенный поэтому наверное так дорого вот сладости турецкие бунешки чекирдек 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 аааа аааа это тоже какая-то сладость ааааа какой-то попробовала я очень интересный очень красивый магазин вот меня спрашивают турецкие есть конфеты посмотрите какие красивые упаковки тут детские смотрите смотрите это же надо каждую нужно сидеть и упаковывать на вкус не знаю какие они 200 лир килограмм вот эти вот стоят а вот и я так здесь разновидность шоколада у меня глаза разбежались я такой раньше почему-то не замечала здесь видите какие разные конфеты это 150 лир килограмм эти 200 лир килограмм ложки даже есть боже ты мой 120 с кокосом ммм 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 с бадамом с фундамом с фундамем с разными начинками боже где были мои глаза раньше а это обычные шоколадки ну это красивая посуда обалденный магазин что такое красивое а вот там вот упаковочные коробочки видите на подарок аж кем бен шоктай бен герми тым посмотрите какие разные вкусняшки они тут и орешки внутри ммм разного цвета очень красивый магазин очень вкусная слабость к сожалению Светлана закрывает свой рот и выбирает здоровье а вот халва разных видов по-турецки по-турецки называется ну а это чаи полезные с имбирем там с разными а это кукуруза ну вот смотрите какой красивый магазин на разный лобом а здесь жир по-турецки посмотрите желатиновые конфеты которые я так люблю так что если приедет в Турцию и у вас тяга к сладкому то вы даже не переживайте бебету компания он аж кем ждет уже меня закупку сделал все пошли мы дальше мы только пришли с аж кемом как мы устали мы зашли в юсбир мы зашли на базар я вам покажу что мы сейчас купили в юсбире люди мы живые поэтому постоянно что-то надо докупать посуду мы моем нужно специальное средство для посуды когда готовим кушать везде вокруг разбрызгиваем жиром нужно средство чтобы обеззаразить себя от различных микробов пользуемся до места сам а также я это средство применяю знаете где когда мою полы вот тут нарисовано и протираю вот тоже очень при кстати мои тряпочки я этим средством знаете когда пользуюсь когда мою полы протираю унитаз раковину вот такие вот блестящие вещи красиво очень сразу сверкают а также я этим средством пользуюсь знаете где а также я пользуюсь когда я замачиваю мои тряпочки беленькие становятся моментально ну за ночь также мы должны обрабатывать руки хорошим средством мыть это мыло такое антисептическое мы чистим зубы самая хорошая паста в Турции после душа нужно обработать тело смягчить увлажнить кремом я купила такой не утражено все купила в Юсбире наши кастрюлики с обратной стороны чернеют это тоже необходимо пакеты для мусора пакеты для холодильника прячу я в них тесто также бульоны вот что делаю также для плова вот сегодня какая-то скидка была я не знаю очень хорошая скидка купили мы значит вот такой рис чуть-чуть купили средства 50% так что вы можете кто живет в Турции посмотреть мой муж сделал ошибку он думал что он купил туалетную бумагу и бумажное полотенце а оказалось что одно и то же так купили мы 5 кг сахара это тоже нам надолго хватит ну вот из этих покупок юсбировских да мы потратили около 200 лир 200 лир чек вот такой остальное сейчас я вам покажу поподробнее что и как сегодня у меня такой покупки шоппинг в общем такой день хороший все разрешили мне поснимать кстати в юсбире продавец тоже мне разрешил поснимать но я спросила это возле кассы так что в следующий раз я прямо пойду и буду все вам снимать что увижу на своем пути сейчас приступим к базарным покупкам покажу что мы купили на базаре мы потратили расскажу что мы и сколько потратили немного мы купили самое главное я набрала для себя недостающих овощей вот такую взяли капусточку она стоит 5 лир лимончики взяли купили салаталык огурцы помидоры по 6 лир сегодня кстати мы видели огурцы тоже по 6 лир но мы нашли по 4 помидоры эти по 6 они пахнут очень вкусно я начала спрашивать говорю вкусные они сладкие мой муж начал смеяться кого ты спрашиваешь конечно они скажут вкусные купили значит 2 кило наверное здесь португал апельсины вашингтоны почему называют потому что у них какие то они странные в этот раз попки должны быть но наверное может ваши апельсины и вот для бурека для хачапури купили сыр и я для себя купила не жирный но набрали зелени прям буду есть зелень в моем положении сейчас нужно кушать зелень а то что там рассказал мне врач я вам потом подробно все расскажу уже в другом видео и так же мы купили кабачки кстати кабачки стоят 2.50 такие большие купила ну а по моему все цены остальные я рассказала вам это по полторы где-то два не смотрели не считали кто-то спросил в комментариях у вас горшок говорит я говорю нет это мой стульчик который я пользуюсь когда вот залезаю куда-нибудь повыше а сейчас я вот залезла в шкаф чтобы достать себе папатию буду пить этот чай купили мы такие семечки сейчас все пока разложила все по местам столько времени занимает на это уже полчаса я вожусь вот купили две пачки семечек мой муж очень для меня мой муж купил баден миндаль миндаль абрикос боже мой я так что-то устала и вот самую вкуснятину такую купил наверное килограмм здесь сюда все это заплатили сто двести лир сто девяносто ну все на этом буду заканчивать сегодняшнее видео так как мы пообедали в ресторане то мне это достаточно очень я такая сытая сейчас у меня начинается вебинар а мендеру я сказала у меня вареники если тебя творю я его на что очень быстро согласился а вам спасибо за просмотр и надеюсь видео было интересно понравилось вам ну все мои дорогие до следующих встреч